всем привет народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про экипаж 20 что же в нем хорошего и что плохого да в нем что то есть хорошее целое одно положительно такое вот свойство это то что в новом экипаже 20 пофиксили разнообразие перков для разных классов танков действительно для разных классов техники есть чтобы выбирать для одних классов техники одни перки для других другие но все равно есть перки которые хочется прокачать всем и все равно и уже здесь даже есть минусы есть перки которые на фоне остальных вообще принципе то особо это и не нужны то есть вроде бы пофиксили разнообразие она появилась но в принципе и все больше положительно ничего в экипаже 20 нет вообще сейчас объясню почему во первых есть перки которые практически бесполезные это как и сейчас есть в нашем экипаже которому уже 10 лет так это наблюдается и в экипаже 20 до это первый тест экипажа 20 и все еще можно переменять полностью разработчики скорее всего что-то будут с этим делать вряд ли игроки будут довольны этим экипажем 20 но насколько они переделывают это мы увидим на следующих тестах но на мой взгляд тут нужна переделка глобальная нужно исправлять эти перки которые бесполезны и нужно исправлять следующие косяки которые они понаделали и так у нас в игре присутствует огромное количество турбо боев причина этих турбо боев я называть не буду поскольку это займет много времени будет перечисление чуть ли не все игры потому что ей плохо занимаются но как раз таки гонка вооружения и точно не улучшит ситуацию картошечка говорит что турбо боев мало всего лишь 6 процентов но по-тихому особо не разглашая уменьшают альфу которую вылетает у танчиков в среднем поскольку почти всегда вылетает меньше той которая написана да иногда вылетает больше но это редко и такими вот грязными приемчиками они типа пытаются уменьшить количество турбо бою хотя сами говорят что их но особо то и нет шесть процентов вообще фигня но видимо у них turbo бои это бои которые длятся дольше двух минут а хорошие карты это те где один респ имеет преимущество над другим не больше 20 процентов побед если один респ выигрывает 40 процентов а другой 60 то в принципе и пойдет по ощущениям когда карты повторяются это играешь на одном и том же респе который всегда проигрывают ты можешь весь вечер проигрывать но по словам картошечки это нормально и картошка сверху хочет подлить масло в огонь своим экипажем 20 ускоряя бои потому что там чуть ли не половина перков ускоряет твой танк а по это его характеристики а по этого экипаж мы быстрее сводимся дальше видим быстрее стреляем стабилизация лучше все лучше быстрее и маневрение ездим все круто и если собирать определенные билды ваш танк будет концу боя просто лютейшим зверем с офигенной стабилизации дпм и так далее это все было бы круто если бы карты были сбалансированы если бы игроки играли бы в игру в нормальный тактический бой они занимались дурацкими заданиями умирали на первой минуте с нулем урона и турбобоев и так в игре много картошка еще подкидывает и те перки которые они понаделали сделают только хуже игру в общем турбобоев явно будет больше то же самое про разные классы техники поскольку картошка за эти годы сам геймплей особо никак не развивала развивала введение разных танков и настолько разных с разными характеристиками что эти перки эти разные танки не похожи друг на друга еще сильнее отдаляет у нас есть и супер быстрые танки и самые незаметные супер бронированные там безуяземых зон и подбирая перки под эти танки рандом адекватнее с точно не станет у нас будет артиллерия которая стреляет с кд 19 секунд колесники которые носятся шо ошалевшие стэшки с лютейшими дпмами которые будут просто разносить в клочья в под конец боя и статисты которые будут весь бой активно играть они концу боя будут каждый раз апать свой танк этими самыми перками до такого состояния что любой обычный игрок конце боя увидит этого статиста он офигеет его просто сдует от перья по насти экипажа потому что перки но они не особо адекватные такое ощущение что просто набросали каких-то там мыслей в перки от балды насували каких-то цифер и просто посмотреть она вообще типа работает не работает и все никакой адекватности в этих перках я особо не вижу вообще давайте поговорим про этот великолепный перк который улучшает ваш экипаж целиком когда вы нажимаете ремку или аптечку я в целом здесь адекватности никакой не вижу если такой перк вводить в игру то нужно сделать так чтобы твой экипаж после нажатия ремки или аптечки или чего-либо другого просто поставка как вы использовали какой-либо расходник ваш экипаж становился что ли уставший и чуть послабее на какой-то промежуток времени а эти перки просто уменьшали эту усталость все вот такой должен быть перк а не то что вы нажимаете ремку или аптечку и ваш танк становится в разы перья по ней из-за экипажа в честь чего они стали лучше в честь того что они только что полечились аптечкой то есть после больнички вы такие залечились с новыми силами вы не восстанавливаетесь после травм ран там в танке вас разнесло в клочья в аптечку нажали такой о все я полечился набрался сил может братан ты отдохнешь сначала или танкисты такие вышли станка гусеницу накинули тяжелую там долго накидывали ее там она нифига быстро там не надевается это не как в картошке кнопку нажал хуя гусеница воткнулась поехали а ну после одевания гусеницы теперь мы еще стали бодрее свежее и будем работать еще энергичнее внутри танчика до никакой не усталости ничего не не надо какая в этом адекватность зачем делать еще больше ускорения игры если она и так чересчур быстро и эти перки нужно переделывать абсолютно полностью великолепный пер когда союзник находится возле вас и он на том же классе техники что и вы характеристики вашего экипажа улучшаются вы становитесь получше я никогда в жизни не хочу находиться в рандоме возле союзника я держусь от них подальше у меня статистика проседает настроение проседает у меня все что угодно проседает когда я нахожусь рядом с союзниками в рандоме я не хочу с ними находиться на расстоянии 50 метров сделайте мне перк находиться от союзника как можно дальше и мои характеристики улучшится нафига мне возле него находиться он же ничего не видит вокруг он меня толкнет он меня вытолкнет он меня подобрет он мой танк развернет он что угодно сделает но не поможет мне в бою это точно мне перки не понравились практически вообще но если они выйдут артиллерия будет еще жестче разносить статисты будут и те люди которые будут играть активно будут еще жестче разносить рандом бои станут еще быстрее сто процентов сама система перехода на новый экипаж 20 ну по выбирать посидеть перки окей инструкторы которых нужно получать и надеяться что тебе выпадет нужный набор перкал чтобы там было то что именно ты хочешь ну какая-то такая вот гринделка инструктора понадобится чтобы сделать экипаж максимально топовым ну хоть что-то чем можно позаниматься в игре пусть будет но зачем отправлять инструктора в казарму чтобы он там 7 дней находился но если ты ему дашь голды он сразу же оттуда вернется максимальное выкачивание голды ни на чем если кто-то случайно отправит вашего инструктора на покой то он там 7 дней будет тусоваться и будете сидеть как хатика ждать его просто потому что вам нужно 200 голды туда закинуть уверен на сто процентов что это повысит количество обращений в центр поддержки верните из казармы моем моего инструктора мне сосед пришел и смотрит танчик что-то там понажимал верните он мне нужен я не могу без него жить он мне в бою помогал это не я спасите помогите верните моего инструктора билиберда полнейшая в целом как костяк какой-то как просто основа подперки окей но там работы еще лет на 200 судя по тому как картошка с какой скоростью она работает им еще эти перки делать лет пять минимум с вами был варчик играть красиво всем пока и вот вот Продолжение следует...